Библейский портал экзегет.ру представляет возобновить строительство. Собственно, без разрешения царя этого делать невозможно. И потом рассказано о препятствиях, которые чинили окрестные народы, но это было до разрешения. В шестой главе мы снова переносимся в начало царства Унидария, и здесь уже идет речь про то, как они возобновили стройку. Во второй год царства Унидария Агей и Захария, сыны Адо, пророки, пророчествовали иудеи, которые были в Иудее Иерусалиме от имени Господа Бога Израилева. Агей и Захария – те самые книги, которых мы встречаем в Ветхом Завете. Они как раз пророчествовали о возрождении храма. «Тогда встал Зарававель, сын Селофиили, Иисус, сын Иоседека, и начали строить дом Господа в Иерусалиме, присутствие пророков Господних, помогавшим им». Здесь прямо несколько мотивов дается. С одной стороны, иудеи хотят, с другой стороны, царь разрешает, а с третьей стороны, пророки требуют, чтобы храм был построен от имени Господа. Но в этом нет никакого противоречия. Есть воля разных людей, есть воля Божья, они часто совпадают, к сожалению, далеко не всегда. В это время явился к ним Сисинь, неправитель Сирии и Финикии, область, которая, скорее, у перцев называлась Заречь, вот такая большая провинция. И Сафровузан, и товарищи их сказали им, из чего разрешение строите вы сей дом и сей кров и все прочее совершаете? И кто строители, совершающие это? Но старейщины иудейские обрели милость от Господа, презревшего на пленение, и им не запретили строить, пока возвещено будет о них Дарью, и получен был ответ. То есть они запросили царя Дарья, но пока ответа нет, стройка продолжается. Вот список с письма, которое Сисиньи писала, которое послали Дарью. Сисиньи, правитель Сирии и Финикии, и Сафровузан, и товарищи, и начальники в Сирии и Финикии, царю Дарью радоваться. Да будет все известно господину нашему царю, что мы, придя в область иудейскую и войдя в город Иерусалим, нашли в городе Иерусалим и возвратившихся из плена старейшины иудейских, которые строят новый большой дом Господу из дорогих тесанных камней, полагая в стенах дерева. И работа сии производится с ревностью, и дело успешно идет в руках их, и совершается со всем великолепием и тщательностью. Тогда мы спросили этих старейшин, говоря, с чего позволение строить вы этот дом и производите эти работы? Итак, мы спросили их, чтобы известить себя и написать себе о начальниках их, и требовали мы от них именной список предводителей их. Они же сказали нам в ответ, мы рабы Господа, создавшие небо и землю. То есть они выставляют их такими мятежниками, то есть никому не подчиняемся, только своему Господу. Царю должно быть это подозрительно. И дом сей за много лет предсим был строен царем израильским, великим и сильным, и был окончен. Но как отцы наши грехами своими прогневали небесного Господа Израилева, то он предал их в руки Новоходоносора, царя Вавилонского и царя Халдеев. Да вот они так тонко подводят к тому, что эти люди только Бога слушают, а цари им не указ. Они, разрушив дом сей и сожгли, а народ отвели в плен Вавилон. Но в первом году по воцарении Кира над страной Вавилонскую царь Кир предписал построить дом сей. И священные сосуды, золотые и серебряные, которые Новоходоносор вынес из храма Иерусалимского и поставил в своем капище, царь Кир опять вынес из капища Вавилонского и предал их князю Самонассару Зарававилю. Ну, пересказ того, что уже был в этой книге, только уже на сей раз от имени иудеев, которые отвечают местному начальству персидскому. И повелено было ему отнести все сие сосуды и положить в Иерусалимском храме и построить храм Господа на его месте. Тогда Самонассар, придя, положил основание дома Господа в Иерусалиме, и с того времени до ныне он строился и не получил совершения. Итак, царь, если угодно, пусть поищут царское книгохранилище Кира, если окажется, что строение дома Господня в Иерусалиме производилось по воле царя Кира, и угодно будет это господину нашему царю, пусть дано будет нам знать об этом. Ну, понятно, они намекают, что вообще-то это безобразие надо бы прекратить, но, естественно, за царем оставляют право вынести окончательное решение. Тогда царь Дарий приказал искать книгохранилищах, находящихся в Вавилоне, и найденного в Якботана, в городе, находящемся в Индийской области, потому что беспорядок полный у них в этих записях, да, то есть, чтобы что-то найти, надо везде все искать. Одно место в памятной записи, где написано «В первый год царствования Кира царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, где приносят жертвы на огне неугасающем. Высота храма 60 локтей, ширина 60 локтей, с тремя домами истесанных камней, одним новым из туземного дерева, а расходы производит из дома царя Кира. И священные сосуды дома Господня, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из дома Иерусалимского и перенес в Вавилон, возвратить в дом Иерусалимский, чтобы поставить их там, где они находились. Повелел также наблюдать Сесине, правителю Сирии Финикии и Сафрову Зану и товарищам их и поставленным в Сирии Финикии начальникам, чтобы они держали себя в стороне от всего места и оставили раба Господня Зарававеля, князя Иудейского, и старейшины Иудейских строить этот дом Господень на его месте. То есть не лезьте, не мешайте. Я повелел совершенно отстроить его и наблюдать, чтобы возвратившимся из плена Иудеям оказываем было содействие к совершенному окончанию Дома Господня, и чтобы исподать Секеля Сирии Финикии, исправно давалось для этих людей на жертву Господу, князю Зарававелю, на тельцов, овнов и агнцев. Равным образом, чтобы постоянно каждый год беспрекословно давалась пшеница, соль, вино и масло, как скажут находящиеся в Иерусалиме священники, сколько издерживается на каждый день, чтобы приносили Всевышнему Богу жертвы за царя и за детей его и молились о жизни их. Интересно, что повествователи так подробно описывают всю эту бюрократическую переписку, ведь уже все это было. Но, может быть, он хочет подчеркнуть, что действительно не просто так все делается, помолились, Господь укрепил, построили храм, что много препятствий, много возни вот этой, нужно с царем вести какую-то переписку. А с другой стороны, это очень такое хорошее историческое свидетельство, мы понимаем, что это не фантазии автора, да, вот эти документы позволяют нам ухватить этот аромат эпохи, почувствовать себя, ну, прямо-таки участниками этих переговоров при персидском дворе. Притом объявить, что если кто приступит или нарушит что-нибудь из написанного, то пусть взято будет дерево из его собственных, и он повешен будет на нем, а имущество его сделается царским. Смертная казнь с конфискацией имущества. За это и Господь, которого имя призывается там, да погубит всякого царя и народ, который прострет руку свою, чтобы воспрепятствовать или сделать какое-либо зло этому дому Господа в Иерусалиме. Я, царь Дарий, определил, чтобы в точности было посему. Вот письмо, соответственно, ответ царя. Ну, после него уже мы не сомневаемся в том, что строительство будет продолжено и продолжено успешно, об этом будет седьмая глава.